доброе утро друзья всех вас всех православных с праздником крещения господни сегодня и те кто на украине остается православными людьми русскими людьми несмотря на все гонения и давление сатанистов мы тоже конечно же поздравляем вместе с моим забить собеседником алексеем валеричем журавка валерич приветствую тебя приветствую я присоединяюсь к поздравлению желаю здоровья счастья и самых лучших пожеланий алексей валерич ну а теперь все таки вот на фоне того что во всем остальном мире происходит даже у белорусов чемпионат мира по хоккею отобрали чему безмерно радуются белорусские ценюки зеленские и прочая нечисть которая там власть слава тебе господи в руки пока не схватила на сама украина как-то ушла на задворки под плинтусом сидит тихонечко подхрюкивает и мало кто о ней говорит но мы-то помним что есть такая страна и что в этой стране сейчас людей заставляют говорить на искусственном диалекте который люди в общем-то и не знают правил этого диалекта никто не утвердил языка этого еще официально никто не сделал был раньше литературный украинский но его прокляли и забыли как советское наследие объясни пожалуйста каково это людям жить понимать что у них часть плоти отрезали и заставили цеплять какие-то искусственные протезы из дерьма и палок ну ты знаешь я тебе так хочу сказать пусть даже как ты лишь исторический да он как бы искусственный сотворенный этот язык но он в нашей жизни уже попал да ну для меня как для украинцев будем говорить так развалился советский союз но мы-то стали украины но для меня украинский язык это по-украинский спеучий язык но если он правильно он хороший язык песни поют хорошие добрые я бы не сказал что там что-то плохое в нем есть но когда его насильно навязывают он превращается в что-то зловещее зловещее которое мы будем говорить отторгается народом вот сегодня в руках бубуинов это оружие становится страшно это продолжение распада самой украины оставшиеся хотя я считаю что после 2014 года сергей это украина она распала потому как уже два больших куска назовем так донбасс и крым отвалились хотя крым был подарен украины до хрущева ну против истории не попрешь против фактов не попрешь да все мы знаем что такое малая россия великая россия ну и так далее киевская русь не будем углубляться но самое страшное что украину продолжает разваливать эти вурдлаки вот представь себе сегодня эти бубуины в виде азова там еще каких-то группировок бандитских ходят и требуют чтобы на украинском языке разговаривать представь себе что на сегодняшний день унижают людей думаю с этим унижением люди солосятся нет но есть русские мои знакомые даже в москве у которых диски с украинскими песнями они от них просто-напросто в хорошем смысле болгеют но те которые будем поется добро сады мир поется у не да что-то представляется доброе и у меня даже это и но я украинец просто последнее время ненавидите его стал принципиально алексей валерий и вот алексей валерий ты понимаешь в чем дело вот меня ругают часто ты горит веселовский по параллели аналогии неправильные какие-то приводишь и не то говоришь я вот не могу другую параллель провести кроме того что представь себе нормальная женщина живет с мужчиной у мужчины все как положено все нормально а потом приходят какие-то чуваки и говорят нет вот этот вот дрын не оструганы вот это и есть мужское достоинство теперь им тебя надо обязательно а мужской орган не смей трогать вот украинского языка его же того который был его же уничтожают точно так же как уничтожают и русский лёш нету того украинского с тобой тут я с тобой салазы ты аналогию правильно проводишь слушай берут просто-напросто девочку девчину насилуют что ты хочешь ты правильно аналогию проводишь ты просто по простому уже доходчиво научно если не понимает то хотя бы по простому ты объясняешь я с тобой тут абсолютно залазит понимаешь это изнасилование вот это что происходит изнасилование ты же посмотри во что они учебники превратили понимаешь вот если послушать эти переводы новые которые они на тот же украинский язык сделал это же изнасилование понимаешь но нельзя я грубо сказал не впихивать то что не влезет нельзя они-то пытаются в данный момент и самое страшное что они его искажают настолько что даже сами украинцы они его даже не понимают что этот перевод обозначает но давай будем речать полицейских они сделают жандарма украинского языка и во что она превратится понимаешь отток населения будет гражданская война ворвется в саму украину понимаешь они дальше провоцируют но на самом деле давай будем говорить как бы мы не говорили дебилы они идиоты это власть они-то выполняют классически свою миссию они выполняют да ее с плюсом 5 вот будем говорить выполнять и ты понимаешь если у них это получится еще пять лет представь себе сколько антироссийского появится сколько появится негатива на все русское что вслед за этим будет пушечное мясо которое ведет ведет к проблеме с россией и давай прямо говорит ведь нам-то строят будущее те которые уважают своих братьев русский народ строят очень будущее страшное и об этом не говорит и россия ничего не делает мне надоело говорить но я буду говорить вы говорите что вы русских защищать а где же вы их защищаете если вы так прете русских не бросаем а у меня тогда вопрос а почему в польше так очень много выдается зеленых карт этих или как они там называться польские карты да они медиков заинтересовывают украинских а вот в россию те которые хотят уехать медики те которые хотят читать преподавать русский язык те которые историки истории истории историки хотят читать историю даже и украинский язык хорошем смысле преподавать ну это ж неплохо когда мы знаешь все знающие объемлющие вот только тогда мир появляется когда мы все самое хорошее впитываем почему вы не защищается почему мы играем на их них правила вот они нам диктуют правила сказали все белоруссия пошла вон с этих и а мы улыбаемся не понял да за это дело все дипломаты должны быть высланы сталин бы уже давно это сделал я думаю сто процентов нифига себе причем здесь спорт и политика давай будем говорить российские игры схавали всю политику сказали что флаг не должен быть российских на ира все хавали дальше чем мы играем почему мы даем продолжать издеваться над собой вот почему у меня вопрос что за понятие партнеры вот какое понятие украины партнеры украинские россии сегодня обожают в украине оскорбляют флаги рвут на всяких ток-шоу унижают российский народ подождите за какой хрен им давать топлива ну вы же сами во всех теле видео радио обещаниях рассказывайте что сумма от перестановки сломаемых не меняется и раз все равно русский поступать только через словение но я не понимаю прекратите прекратите топлива давать прекратите запчасти давать лучше эти средства возможности деньги сырьевую базу направлять и на развитие россии становитесь вы тогда мы учим если те хотят на коленях стоять и все зачем продолжаете кормить этих уморышев которые направляют против вас нож в спину вот я этого не понимаю я не хочу сказать весь народ организовывайте партизанские отряды слушай так валерич давай без вмешательства во внутренние дела украины вот а сша сейчас миллион долларов секунду миллион долларов в день американцы тратят на продвижение демократии внутри россии платошкину навальному там рашки ну какашки ну говняшки ну все это говно будет получать до выбора в думу деньги секунду смотри мы много денег украине давать не собираемся правильно но у нас есть возможности в отличие от американцев влиять через бизнес связи через родственные связи через какие-то ты говоришь давайте зарубим и хохлам ничего продавать не будем и покупать у них ничего не будет да нет как раз давайте будем покупать и продавать но использовать эти рычаги так как нам надо почему мы их не используем почему мы о человеческие связи не 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 пытаемся использовать я частично с тобой согласен если сегодня мы говорим о войне а война здесь на поле ты что зал фамилии всех либерастов всех негодяев которые да вот проведем навальный зачем эту клоун шоу надо было делать отобрали нафиг все эти камеры приняли решение задержали там на месяц или на столько там следующий суд не выполнил то не выполнил это не выполнил это 10 лет но почему мне инвалиду который я на сегодняшний день это же демократическая страна украина без рукому без нового чуть ли не 25 лет вешает дальше террористов а почему вам нельзя не понял кто 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 вот скажи навальный такой что он баламутин я не знаю кто там в башнях левых правых есть кто там за него меня это не интересует но у него должен быть один один срок по жизни за то что он намолол хотя бы и так всех либерастов которые на сегодняшний день лжи демократию распространять не должны все по тюрьмах сидеть украина вот смотри сколько политзаключенных смотри и никто ж не гавкает не вякает вот так и принимать решение следующее но неправильно ты мои слова понял по поводу того что в украину торгуете не освободившиеся ресурсы направляйте на внутреннюю экономику а те ресурсы которые есть направляйте как это великую отечественную войну создавались партизанские отряды которые уничтожали это все быдло нациков которые героизируют фашистов которые героизируют упа которые там всяких гадов ущипенцев герезируют и все и тогда народ станет сказать подождите так действительно россия помогает россия действительно что-то делает нельзя только одним донбассом и крымом заниматься учти вся украина можно сказать это славянский мир это русскоязычный народ а то что там кучка маргиналов сегодня всю страну держит страхи нельзя понимаешь я вот наблюдаю последнее время за некоторыми не буду говорить фамилию покамец но если он еще раз вятник я его расскажу великий такой пророссийский деятель здесь который рассказывает а почему одесса не поднялась а кто одессу положил сколько людей погибло сожгли заживо люди безоружные нельзя так этому относиться а если по поводу меня говорить я рупорт считаю неплохой я отставить ценности свои помогайте и вы увидите результаты я так это понимаю а когда мы она все самотеком а у нас все любимые как говорят партнеры что эти партнеры делают эти партнеры выходят снимают штаны и как на голову просто тупо а их интересует газ не золото бриллианты вода зерна зерно интересует наши ископаемых больше их не интересует сергей веселорский и алексей жравка насколько он умный если им надо умных они выкупят и создадут им условия они построят новые вертолеты классные да будем говорить так супер современные а умы то русские ты посмотри почти 56 процентов всего того что изобретено придумал русский человек если брать по статистике а мы что делать мы платим ученым копейки мы сегодня на сегодняшний день не созидаем свою будем а вы самую основную миссию защитить русский мир вот так я это понимаю это я это понимаю я не знаю как кто но те которые даже через чё по-российски так выступают а я украинец мне обидно мне этому человеку хочется сказать если ты бывший будем говорить украинец но стал русский но великий то почему же ты мне безрукому безногому не по ним не поможешь это недавно был я пока мисс не хочу называть все заметят почему же ты такой ярый не понимает даже я сколько раз выходил к нему через facebook он даже не ответил вот чем отличается что мать продадут за любые деньги чтобы не только продать свою родину но и беду ее принести вот я против таких людей здесь в россии таких крестопродавцев пусть меня бог простит сразу надо мгновенно зачищать мы шо гласовцев рождаем мы шо великой честью войну не знаем вот к чему может привести двойные стандарты в игре поэтому вот сергей я вот за это и если наказывать сегодня то наказывать тех людей как и украине как и здесь те которые сеют вражду горе и войну вот так я понимаю а те которые в украине на украине это наши люди и если они сегодня как-то борются им надо помогать и плевать на эту как оно и демократии или как я ее называю демократию мне плевать что там в америке творится мне лишь бы на нашем большом могучем бывшем советском союзе были все к нам не агрессивно настроены мы не имели даже границ общались торговали и так далее вот этого я хочу алексей варьевич позиция понятно принятна и в общем то наверное поддерживается большинством граждан как российской федерации так и пока еще как бы условно независимой украины очень хочется чтобы мир наступил как можно скорее а мира и у добра без кулаков не бывает для того чтобы наступил мир эти кулаки надо как минимум расчехлить и показать не поймут тогда дать в зубы ну а как говорил один капитан третьего ранга замечательной комедии почему вы строим не ходите если вы такие умны поэтому надо немножечко научиться ходить строем а не каждый во что гораздо ну на этом будем многоточе ставить сегодняшнем разговоре спасибо тебе огромно удачи будь здоров и до скорой встречи спасибо до свидания итак дорогие друзья алексей валерь журавка был нашим собеседником скоро вернемся в прямой эфир и продолжим следующий собеседник тоже будет интересно пока